Учебный процесс в новом учебном году будет организован по специально разработанному расписанию уроков. Особая атмосфера в Десногорском кинозале. Пока еще не так много людей приходят в кинотеатр в связи с пандемией. Но надеемся, что будут ходить. Приближается 1 сентября, но привычный праздник и весь учебный процесс в этом году будет с новшествами. Подробнее расскажет председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. 1 сентября во всех школах нашего города будут организованы торжественные линейки для учащихся 1 и 11 классов. В школе номер 1, номер 2 и номер 3 начало торжественной линейки в 10 часов. В школе номер 4 торжественная линейка начнется в 11 часов. При организации проведения торжественных линейок будет соблюдаться социальная дистанция. Родители обучающихся обязательно должны быть в масках. Для всех участников торжественных линейок, в том числе и для родителей, будут обозначены места нахождения. 1 сентября для учащихся со 2 по 10 класс будут проведены классные часы, организованный урок победы, урок безопасности. Обращаю внимание, что для учащихся этих классов уроки начнутся в разное время. Разработан график прихода детей в школу в этот день. Данный график будет размещен на сайте школы и информация до сведений обучающихся будет доведена классными руководителями. Учебный процесс в новом учебном году будет организован по специально разработанному расписанию уроков. В целях минимизации контактов обучающихся разработаны графики прихода детей в школу для каждого класса с указанием места входа, так как будут задействованы не только центральный вход, но и запасные. В нашем городе во всех школах предусмотрено два этапа прихода детей в школу. Первый этап это с 7.30 до 8.00 для учащихся первых, восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. И второй этап в период с 8.45 до 9 часов 5 минут для учащихся второго, третьего, четвертого и пятого, шестого, седьмого классов. На всех входах всем учащимся будут измерять температуру бесконтактным термометром в целях выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, конечно же, кроме кабинетов, которым требуется специальное оборудование. Разработаны графики посещения школьных столовых и буфета, также в целях минимизации контакта обучающихся из разных классов. При рассадке в столовой обязательно будет соблюдаться социальная дистанция. Кроме этого, конечно же, в строгом порядке будет усилен дезинфекционный режим, предусматривающий уборку помещений с применением дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук и применение приборов для обеззараживания воздуха. Факультативные занятия, элективные курсы рекомендовано проводить в дистанционном режиме. Внеурочные занятия будут проводиться как в каникулярный период, так и с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Массовые мероприятия в школах запрещены до конца 2020 года. Также отменяются традиционные родительские собрания. Ученики могут пользоваться средствами индивидуальной защиты по желанию их родителей. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями обязательное ношение масок предусмотрено только для работников школьных столовых. И, конечно же, хотелось бы еще раз обратиться к родителям, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что в этот период допуск родителей в школу будет ограничен. Популярным до пандемии местам отдыха приходится заново бороться за посетителей. В Десногорске таким местом стал и кинотеатр в Центре культуры и молодежной политики. После нескольких месяцев закрытия он пока не может похвастаться наплывом зрителей. Пока еще не так много людей приходят в кинотеатр в связи с пандемией. Но надеемся, что будут ходить все больше и больше. Кинотеатр вновь заработал 12 августа. С того же дня, как и раньше, можно посмотреть новинки кино и мультфильмов. Из непривычного пока действующие особые эпидемиологические меры. Обязательно вход в кинотеатр – это в маске и в перчатках. Масочный режим сейчас еще не отменен. Да, он осуществляется еще до 7 сентября. Поэтому будем ждать новые изменения в указе. Тем не менее, пока же у зрителей есть уникальная возможность насладиться романтикой полупустого кинозала. Вероятно, скоро такая атмосфера станет достоянием истории. В конце выпуска о погоде. 28 августа в Десногорске ожидается дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 14. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова